— Скажи мне, дедушка-медведь, — спросил медведя-медвежонок, — не любят нас за что-то ведь? И нас, и лес, что так нам дорог, и почему убить хотят? — Медведь облапил медвежонка, взглянул тоскливо на закат и стал рассказывать тихонько. — Да никому мы не нужны, и тут живем внутри облавы, ославлены, окружены, да потому что вечно правы. В лесу соседнем костерок тлел угольком с дерьмом, с отравой, весь долгий восьмилетний срок, чтоб нам казалось, что мы правы. А от костра вонючий дым так заползал в наш лес державу, что мы согласны стали с ним, и всем казалось, что мы правы. Мы восемь лет вдыхали вонь, и, пропитавшись для расправы, зажгли немыслимый огонь, поскольку все мы были правы, и стали жечь соседний лес во имя подвигов и славы, и дым поднялся до небес, и все узнали, как мы правы. Огнем решили мы писать истории новейшей главы, чтоб в рост над пепелищем встать любой ценой, ведь мы же правы. Но только праведный порыв все те, кто слева и кто справа, не поддержали, объяснив, что жечь леса никто не вправе. Болото, степи, все леса, чищебы, рощи, все и оравы, на все кричали голоса, а нам плевать, ведь мы же правы. Вот и сидим теперь внутри, как будто за решеткой ржавой, напыщенные волдыри, и продолжаем врать, что правы. Нам нечем больше полыхать, ну, разве что вулкана лавой, но есть опасность перебрать, тогда никто не будет правым. Медведь зевнул в берлогу в лес, а внук смотрел на звезды с болью. Я так люблю мой дивный лес, а он меня не любит, что ли?